Матч между командами Икарда Бросаров и Радий стартовал с места в карьер. Не успели футболисты Сарова освоиться на поле, как гости забили в первой же атаке. Игрок Нижегородцев пробил из-за пределов штрафной в угол ворот. Вратарь оказался бессилен. После такого впечатляющего старта гости продолжили атаки на ворота Саровчан. Футболисты Радия в целом контролировали ход встречи. У игроков Икара почти не было опасных моментов. Однако излечь выгоду из своего преимущества и забить второй гол гости не смогли. А ближе к концу первого тайма допустили ошибки у своих ворот, подарили саровчанам несколько опасных моментов. Это вернуло хозяевам уверенность в своих силах, и спустя несколько минут они распечатали ворота соперников. Просто хорошая атака Сарова, забеганием за спину, отдали мяч, и уже выход один на один, обвели вратаря, там, я не знаю, кто ошибся, но хороший гол. После забитого мяча гости продолжили действовать неуверенно, все так же допуская остроту у своих ворот. В итоге команды ушли на перерыв при равном счете. Стоит отметить, что команда Радия делит лидерство в чемпионате с нижегородским шахтером, в то время как Икар располагается в середине турнирной таблицы, на шестой строчке. Кажется, преимущество было за нами, мы владели мячом больше, но вот много офсайдов, никак мы не могли из-за этого вытянуть какие-то голевые действия, больше их создать, и как следствие еще пропустили было. Чтобы не пропускать, нужно владеть мячом самому и самому играть в атаку больше. Начало второго тайма стало для зрителей дежавю. Нижегородцы вновь забили быстрый гол. Матч вполне мог закончиться победой нижегородской команды, однако за 20 минут до конца счет сравнял лучший бомбардир Икара. Итог – результативная ничья 2-2. Это точное повторение результата первого круга. В мае команды сыграли в Нижнем Новгороде с аналогичным счетом. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24.